Состояние тошноты, головокружение, слабость в ногах, температура, резкое понижение артериального давления, потеря сознания. Один из этих симптомов может указывать на опасность в виде теплового удара. К сожалению, от него не застрахован никто. И помимо общеизвестных правил, носить головной убор, ограничить пребывание на солнце, есть еще масса факторов, которые могут стать причиной неутешительных последствий. Тепловой удар может настигнуть человека при активных физических нагрузках, при выполнении тяжелой работы в жарком или душном помещении. Перегревание вызывается повышением температуры воздуха, которое сложнее всего переносится малышами и пожилыми людьми, а также больными хроническими заболеваниями. Критические случаи имеют место быть. Несвоевременное оказание помощи может спровоцировать реальную угрозу для здоровья. Каждый человек должен знать в первую очередь сам, как себе оказать помощь, как почувствовать вот это недомогание от этого перегревания, от солнечного удара. Эти два момента идут совершенно рядом. То есть или есть, конечно, тепловой удар может быть просто от перегревания без воздействия солнечного света, а солнечный свет всегда идет как бы с солнечным ударом и с перегреванием организма. Надо почувствовать вот эти первые симптомы, чтобы предотвратить развитие уже конечного результата. Нужно пойти где-то в более прохладное место, если есть возможность. Если это на улице, на солнце, то уйти в тень. Попить прохладной воды, не холодной, не горячей, не чай, не кофе, не газированной напиткой, а именно простую питьевую воду. Но я тоже наблюдаю, сейчас передвигаюсь по городу много, и вижу, что люди ходят с бутылочками воды. Это очень правильно. Наличие воды в жаркую погоду – необходимость, а вот сколько человек должен выпить ее в летний день, зависит только от личной потребности. В этом случае рецептов врачи не дают. Среди советов горожанам есть и другое, немаловажный – отнестись грамотно к подбору сезонной одежды. Перегревание обусловлено тем, что у человека нарушается потоотделение, вот эта вот теплоотдача. Это, конечно, физический процесс, но тем не менее. Это надо знать и помнить, что для того, чтобы эта теплоотдача не нарушалась, мы должны себя, значит, обезопасить вот этой нормальной одеждой, которая, ну, она должна быть, конечно, из натуральных тканей, вот. Потому что тогда тело дышит, тогда кожа дышит, и тогда потоотделение не нарушается. Если же этот процесс нарушен, а нарушается он чаще всего из-за того, что стесненная одежда, организм получает тепло, а отдавать его некуда, вот. Появляется вот это чувство сухости кожи и повышается температура. И если одни стараются по возможности переждать жару дома, то другие, напротив, в погоне за золотистым загаром проводят время на солнце в часы самые опасные, а то и целый день. Специалисты таким отдыхающим рекомендуют пребывать на пляже с 6 до 11 часов дня и после 16. Таким образом, можно обезопасить себя от множества последствий, а результат – красивый оттенок кожи будет не менее заметным. Несоблюдение элементарных правил, игнорирование советов врачей могут обернуться плачевно для самого человека, даже самого здорового. Если вы сами волей случая стали свидетелем неблагоприятной картины, не останьтесь в стороне. Помощь, оказанная своевременно, избавит другого человека от необратимых процессов в организме. Обязательно нужно, если у него есть какие-то стесняющие элементы на одежде, галстук, пояс, ремень, да, это все нужно растянуть, попробовать расстегнуть, дать дышать более ему свободно, переместить его в какое-нибудь место более прохладное, проветриваемое, дать воды попить, если он еще в сознании. Ну, если уже без сознания, конечно, поскорее вызвать скорую помощь. София Бережная, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.